Здравствуйте! НТВ Плюс вспоминает сегодня вместе с вами финал розыгрыша Кубка обладателей кубков европейских стран сезона 80-81 годов. 13 мая в Дюссельдорфе встречаются тбилисские динамовцы и Карл Цейс из Иены, представители Советского Союза и Германской Демократической Республики. В третий раз советская команда пробивается в финал этого турнира. Для московских динамовцев попытка была неудачной. Киевляне в 1975 году стали первым советским клубом, завоевавшим европейский трофей. Ну и вот спустя 6 лет до решающего матча дошли динамовцы Тбилиси. В синей форме команда из столицы Грузии, игроки из Иены в белых футболках и начало игры. Первая попытка розыгрыша стандарта быстрого у тбилисцев, но арбитр этого матча просит удар повторить. Тбилисцы по пути к финалу. Ну вот и первая опасная ситуация. Ромас Шангелия выскакивал на этот диагональный прострел, не смог переиграть Грапентина. Тбилисцы переиграли греческую Касторию, ирландский Уотерфорд, английский Вестхэм и голландский Фея Норд. Самыми тяжелыми были именно полуфинальные поединки против Роттердамского Фея Норда. 3-0 победа дома, но затем 0-2 и очень нервная концовка матча Гостелова. Тем не менее в финал вышли, ну и сказать, что у Карл Сейса дорога легкая была тоже, конечно, никак нельзя. Здесь были такие соперники, как Рома, Валенсия, Бенфика, ну и плюс к ним еще валийский Ньюпорт. Так или иначе, достойные вышли в финал. Ну и в каких составах команды начали эту игру? У Тбилисцев, во-первых, из-за дисквалификации не играл Шота Хинчагашвили, получивший слишком много карточек, ну и вызывал опасения состояния здоровья двух людей, а именно вратаря Утара Габели и Тенгиза Сулаквилидзе. Однако штаб медицинский Тбилисского клуба во главе с Захарием Теллия поставил всех на ноги, ну и состав боевой. У Таргабелия в воротах второй Томас Кустава, третий Александр Чивадзе, четвертый Нодархиза Нишвили, пятый Гия Таладзе. Это защитники, средняя линия шестой Виталий Дороселия, седьмой Заур Суланадзе, восьмой Тенгиз Сулаквилидзе, атакующую трио в лице Владимира Гуцаева, девятый номер, Давида Кипиани, десятый и Рамаза Шенгелия, одиннадцатый. Нодарах Алкадзе, главный тренер. У Карл Цейса, Ханс Ульрих Грапентин в воротах, вратарь сборной ГДР, второй Брауэр, третий Хоппе, четвертый Шиллинг и пятый Кюрбилайт защитники. Серебряный медалист Московской Олимпиады, восьмидесятого года, Рюдигер Шнупхазе, под номером шесть, Краузе, седьмой, Линдеман, восьмой, Белау, девятый, Рааб, десятый, Фогель, одиннадцатый номер. Достаточно опытная команда, многие играли и за Олимпийскую, и за первую сборную ГДР. Ну и вот эти футболисты вышли на поле Дюссельдорфского стадиона во главе с тренером Хансом Мейером. Ну и представив составы команды, еще, конечно, нужно одного человека представить. Человека, чей голос вы сейчас услышите. Без него вообще мало кто представляет то самое тбилисское «Динамо». Коте Махарадзе, народный артист Советского Союза, как обычно, вел репортаж о матче с участием своей любимой команды. И его голос звучал для всех советских болельщиков из Дюссельдорфа. 46 комментаторских кабин, занятые комментаторами почти всех европейских стран, и не только европейских. Тут и страны латиноамериканского, и даже американские страны, и даже Эквадор, Сальвадор, Латемала, Хондурас, Мексика, Панама, Венесуэла, Коста-Рика, Колумбия, Йордания, Австралия. Ну, в общем, почти всех континентов комментаторы ведут репортажи сегодняшнего матча. Угловой пуларот Тбилисского «Динамо» будут подавать футболисты ГДР. В атаке Карл Сейс. Они получили право на угловой. Будет подавать Лукс Линдеман. Подается. Великой головой выбивает мяч. Мяч того, возвращают штрафную. Кипьяни пришел помогать удар воротам. Еще один удар. Вот бурная атака Карл Сейса. Билл Линдеман. И затем Шнупхазе. Он только что был на ваших экранах. Это центральная защита и руководство. Карл Сейса, Ханс Майер и Гелемлштайн. Мяч в середине поля. Карл Сейс начинал атаку. Кипьяни прерывает эту атаку. Идет дальше. Проходит хорошо Краузе. Еще дальше. Еще. Передача 100 мяч у Кипьяни. Но сильным ударом защитник выбирает мяч за боковую линию. Вот эта пара сегодня представляет большой интерес. Седьмой номер Краузе будет персонально опекать Давида Кипьяни. А Краузе в матче с обладателем этого кубка, этого приза, прошлогодним обладателем во время игры с Валенсии, там, в Испании, выключил из игры самого легендарного Кемпеса. И вот Майер сегодня поручил Краузе опекать Давида Кипьяни. Посмотрим, как закончится этот дуэль, от которой, может быть, во многом зависит исход матча. Атака прервана. Снова с мячом футболисты ГДР. Нарушает правила Сманадзе в борьбе с Портию. Юрген Араба и Карл Сейс будет бить штрафной. И снова у мяча Линдеман и Курбю Вайт. А Шнуб Хаза, 6-й номер, вы видели его в штрафной площадке Динамо Сеткирис. Это центральный защитник. Удар по воротам, неточный. Мяч выбитый штрафной. И затем Шенгелия начинает атаку, нарушает правила Брауэр. Тбилисцы получили право на штрафной. Будет бить Томас Костала. Сильный удар в сторону Гуцаева. Головой выбивают мяч в середине поля футболиста ГДР. Затем Краузе посылает мяч назад Шнуб Хазе. Шнуб Хазе, Гопе. Линдеман. А вот будут бросать футболисты Карл Сейсер. С мячом капитан команды Лотар Курбю Вайт. Восьмая минута первой половины встречи. И вот судья сегодняшнего матча Рикардо Лотанце остановил встречу. Вставанием должны почтить зрители и футболисты память комиссара судейской коллегии УФА Фридриха Вейленда. Матч будет продолжен 6 мая. Варидрих Зейтель кончался. И вот минута молчания на стадионе. Матч продолжается с восьмой минутой борьба за мяч. Это Гопе. Неточная передача. Костала сыграл на Шенгеле. Шенгеле остановился с мячом. Везет к середине поля. Остановился, развернулся еще раз. Выискивает точно кому переадресовать мяч. Своему капитану сыграл на Чивадзе. Чивадзе на Хизанишвили. Снова Чивадзе. Он на половине футболистов ГДР. Команда Карл Сейс. Затем Хизанишвили. Неточная передача. Аут будут бросать Косте. Грабензин с мячом. Шнуб Хазе. Вы, наверное, слышите шум на трибунах. Это тысяча. Одна тысяча болельщиков. Любители клуба Безьены приехали помогать своей команде. Но есть и группа болельщиков нашей страны. Любители футбола, поклонники Тбилисского Динамо из Грузии. Правда, всего одна сотня болельщиков, но темпераментно, шумно они помогают своей любимой команде. Опасное положение. У ворот Карл Сейс со слонат с мячом. Выходит из стражной. Подсказать. Там играет Тараселья. Шенгелья с мячом. Размерился под Тараселья. Он с стражной площадки. Удар по воротам. Крабензин отбивает. Потом сильным ударом, чтобы Хазе посылает снять за боковую линию. Вот хорошая атака Динамо в Тбилиси. Хороший проход. Хорошая передача. Смотрит Тараселья. В Ченгелье продолжает атаковать. Проходит право. И первый угловой уворот удвалистов ГТР клуба из Генной Карл Сейс. Будут подавать Динамо в Тбилиси. Владимир Гуцаев. Вот это любители футбола, поклонники Тбилисского Динамо. Динамо, Динамо. Вот опасно. Это будет Тбилисский Динамо. Мяч выбит и штрафной. Он снова у Гуцаева. Атака продолжается. Не смог на сей раз пройти Гуцаев соперника. Им оказался капитан Карл Сейса Кюргулай. Он будет бросать за боковой. Десятая минута первой половины встречи. Счет не открыт. 0-0. Тбилиси в атаке. Гавид Кипьяни. Краузе отбирает мяч у него. Сыграл на Копы. Копы возвращает мяч Краузе. Медленно продвигаются вперед футболисты. ГДР. Неточная передача. И с мячом уже Тбилиссы. Они тоже теряют свою очередь мяч. И мяч выбит за боковую лень. Тбилиссы будут бросать из-за боковой. Первые минуты напряжения, видимо, прошли. Опасная игра. Сыграли опасно. Против Нарасели свободны будут пить тбилиссы. Давид Кипьяни у мяча. Нет, оставил мяч Хризанишвили. Снова Кипьяни у мяча. Передача Хризанишвили с мячом Давид Кипьяни. Пас в штрафную. Мяч выбез головой. Старался сула крылья, где достать этот мяч не удалось. И от Азии начинают футболисты ГДР. Это РАП. Приближается с левого крыла. Старшная площадка Динамо за Тбилисс. Отходит чуть-чуть назад. Фогель. Удалось пройти по ставу. Снова РАП. Удар издали. Мимо ворот. Давнишняя дружба связывает студентов Тбилисского государственного университета и Йенского университета. Начиная с 1965 года. Обмен студентами. Футболисты, студенты из ГДР обучаются Тбилисском государственном университете. И в свою очередь грузинские студенты продолжают учебу в университете города Йенны. Чиватзе в атаке. Пас на Костала. Мяч выберет за боковую линию. Тбилисцы пошли в атаку. Все футболисты на правое поле Костала на ваших экранах. Все футболисты на правой половине поля. На половине футболистов ГДР. Лишь Хизанешвили в центральном круге. Куцаев хорошо проходит от одного. Остановился свечом. Пройти во второго Кинболщили не удалось. Но мяч снова у Тбилисцева. Это Чиватзе с мячом. Кризаничвили все в атаке. Шенгелья. Головой выбивает мяч и штрафной. Еще дальше. Прямо на Кипиани. Краузе у него из-под ног отбивает мяч. Затем Тбилисцы продолжают атаку. Играл Сванадзе. Великолепно сыграл Гуцаев. Обманывает движение. Входит в штрафную. Ну, можно еще дальше. Удар моротом. Кипиани. Ну, можно быть моротом. Играл Пентин в прыжке со второй попытки накрывает мяч. Гоппе с мячом. Нарушение правил со стороны Шулак-Велизы будут пить штрафной футболисты Карл Цейсен. Гоппе на ваших экранах. Последнюю минуту решили заменить Зенгевальда. И вот Герхард Гоппе, третий номер, выступил в сегодняшнем матче. Левое крыло атаки футболистов ГТР. Фогель. Линдеман. Падение Костава. Хорошо. Отбивает мяч из-под ног соперника за боковую линию. Паут сбрасывает в дворицы ГТР. Линдеман. И затем Клизанишвили упускает мяч за лицевую линию. Угловой ворот винистского Динамо. 15-ая минута. В первой половине встречи счет не открыт. 0-0. Латанцы, судя международной категории из Италии, показывают рукой. Можно подавать. Винистся головой выбивает мяч из штрафной. Кюрбулайт. Будет бить из-за ли. Плет мимо ворот. Ударом от ворот в мяч в игру ведет вратарь Тбилисова Таргабелия. В необычной он спортивной форме. Все дело в том, что во время перелета из Франкфурта Дюссельдорф, работники аэрокомпании Люфтханза, потеряли спортивную сумку от Аарагабелия. Он остался без спортивной формы. И вот сегодня, лишь только перед началом матча, ему предоставили форму необычную для себя. Он в этой форме играет сегодня вратарь Тбилисов от Аарагабелия. Аут бросует футболисты ГДР. Сыграли наши Шнупхазе. Рюдегер Шнупхазе. Затем Краузе. Снова Шнупхазе. Пас направо. Там играет Шиллинг. Пас снова назад. Это Шиллинг переадрисовал мяч. И Тбилисов снова головой выбивает мяч в середине поля. Там Давид Кибьяни. Краузе. Тут как тут. Просите, это был Линдеман. Затем Кюргулайт. Пас направо. Неточная передача. Мяч выкатывается за боковую линию. Пока что нет красивого, хорошего футбола, достойного финала. Естественно, команда нервничает. И динамовцы Тбилиси, и футболисты Карл Цейса впервые выступают в финале розыгрыша кубка. Обладатели Кобелия. В борьбе с Бокелем. 38 лет одиннадцатому номеру. Футболисту сборной ГДР и Карл Цейса. Это Эбехард Фогель. 183 забитых мяча на его счету. Это лучший результат за всю историю клубных команд ГДР. Более 400 мячей матчей провел этот футболист Фогель. Фогель сейчас в Шилинг нарушил правила Тбилиссы. Получили право на штрафную. Это справа крыло атаки динамовца Тбилиси. Будут бить Тбилиссы. Примерно в 8-7-8 метрах от угла штрафной площадки. Давид Кипиани устанавливает мяч. И снова все футболисты. Вот по штрафную. Все проскакивают мимо мяча. Сильный удар. Мяч выкатывается за боковую линию. И уже с противоположной стороны. С противоположной трибуной. Футболисты Тбилисского Динамо будут бросать аут. Сыграли на Хизанишвили. Он у центральной линии. Около центрального круга. Бас на Шенгелия. Правой головой. Выбивает мяч из штрафной. Еще дальше сыграли на Фогеля. Устава и Фогель. Положения в ней игры нет. Атакует футболисты ГДР. Это РАП. Нарушений нет. Показывает судья Латанты. Удар от ворот будет бить. Вратарь Фогельсского Таргабелия. Семнадцатая минута. В первой половине встречи счет не открыт. 0-0 Чиват с мячом. Очень внимательно, персонально играют во вороне футболисты ГДР. Все футболисты Тбилисского Динамо взяты под персональное наблюдение. Вот Гуцаев пройти с Шиллинга не удалось. Шиллинг выбивает из-под ногу Гуцаева мяч за боковую линию. И вот Гидриани. Вот видите Гуцаева из Шиллинга. Вот так, не отходя ни на шаг, действует Шиллинг. Защитник Карл Фейса. Вот Гуцаев и Шиллинг. Куцаев свечом. Пас назад. Тараселья. Прошел одного. Снова передача чуть-чуть назад. Затем пас на Камитана своего. Александр Чивазе начинает атаку. Пас штрафную. Там Кидиани. Затем Шингелия. Помещали друг к другу. Чиваза продолжала. Продолжала атаку. Пять выйдет. Он снова у Твилисса. Затем футболиста Гедера владели мячом. К нему устремился Сулак Велизе. Но аут. Твилиссы будут бросать. Сулак Велизе сыграл на Хизанишвили. Пас вперед Чингелия. Прошел Брауэр Шингелия. Остановился. Брауэр снова перед ним. Костава. Еще раз сыграл Костава. Неточная передача. И Твилиссы тут же отобрали мяч у соперника. И начинают атаку. И они швили с мячом. Шингелия получает над него. Нет, то Шингелия мяч не доходит. Шнуп Хазе. Либера команды. Чистильщик, как у нас часто называют. Свободный защитник. Если хотите. Он отбивает мяч. И в атаку снова идут Динамо Твилисси. Правое крыло атаки. Линдеман. Давид Кипьяни. Снова в атаке Динамо Твилисси. Хорошая передача. Тараселья. И Кургюай посылает мяч Каратентину. Своему вратаю. В середине поля постепенно, медленно, но достаточно уверенно овладели Динамо Твилисси. Это хороший признак. Это признак инициативы. Признак желания команды во что бы то ни стало овладеть инициативой. Сохватить бразды правления и управлять игрой. Диктовать свои условия сопернику. Кипьяни и Краузе. На грани фола все время, на грани штрафного играет против Кипьяни Краузе. Правда пока штраф моих нет. Но такая национальная жесткая опека, естественно, пока вынуждает лидера Динамо Твилисси часто отходить назад. И, так сказать, со средней линией, или, возможно, и с линией обороны, начинать организовывать адам. Да и футболисты, вот неточная передача у твоего футболиста в ГДР. Иисус снова у мяча спас на Тараселья. Тараселья. Рядом Хизанишвили. Последовала передача на Хизанишвили. Смотрит Хизанишвили. Вот 23-я минута первой половины встречи. Пошла 24-я. Вот только что я получил сообщение, что сегодня на матче присутствует 10 тысяч зрителей. Футболисты ГДР с мячом. Министы стараются заладить мячом. Не удалось пока. Пас вперед. Гопия пошел в атаку. Посылает мяч вперед. Серьези себя же на выход. Но его опережают защитники Динамо. Светвилис, вернее, это был полузащитник Сулаквилиза. Пас на вратаря от Аргабелия. Вот только что на ваших экранах была группа наших туристов, поклонников Твилисского Динамо, которые, естественно, пока молчат. Гучаев. Аут будут бросать твилисты. Гучаев. Владимир Гучаев на ваших экранах. Он вместе с Давидом Тибиани, участники первого матча Динамо в Цирквилиси в официальном турнире Уэфа. Первого матча с голландским клубом «Твенте». Ченгелья, опасное положение. Ченгелья нарушает правила в борьбе с филингом. Футболисты ГДР послали мяч своему вратарю. Крапентин играет еще дальше. Там Кюльбурайт. Гоппи. Он все время в средней линии. Велиссе Владельевичу. Затем снова футболисты ГДР. Это Рап. Линдеман. Атака Карл Сейса. Подключили к атаке Шиллинга. Дощитника. Обережает его Сванадзе. Посылает мяч за боковую линию. Шиллинг выбрасывает. Рап. Пройти костала не удалось. Судя останавливает встречу. Латанзе фиксирует нарушение правил со стороны Динамо. Динамо с Удбилиси. В борьбе с Фогелем нарушил правила Костала. Сам Эберхард Фогель. Ветеран сборной ГДР. И Карл Сейс будет пить. Мяч будет. Мяч по самому сторону ворот. Динамо с Удбилиси. Мимо ворот. Только что на ваших экранах был Юрген Раап. 22 года этому молодому футболисту играет за сбор. Вот отличная передача Кипьяния Шенгелия. И Карапентину пришлось покинуть ворота. И так на 100 метров послал мяч Давид Кипьяни. Прямо на выход Раапентину Шенгелия. Шнуп Хазе. Курдю Вайт. Атакует Карл Сейс. Тбилиси снова Карл Сейс. Под воротарю Оттару Габелия. Сванадзе. Он защитник Динамо с Удбилиси Куцаев. Шилинг перед ним. Хорошо проходит Гуцаев. Сделал обмана и движение. Проскочил двух. Затем Шенгелия. Снова Гуцаев. Но до Гуцаева мяч не заходит. Копте сразу появился в линии обороны. Играл в средней линии. И вот опасная атака Карл Сейс. Мяч выбит из-под ног за боковую линию. Ну вот видите. Второй на ваших экранах. Слева Ганс Майер. Старший тренер футболистов ГДР. Карл Сейс будет выбрасывать мяч из-за боковой. Аут. 27-я. 28-я минута прошла. Истекла 27-я. Счет не открыт. 0-0. Краузе свечом. Снова пас на правое крыло атаки. Затем Фогель в стороной площадке. И Чивазе выбивает сильным ударом. Мяч снова футболистов ГДР. И снова Краузе. Идет дальше, еще дальше. Отставил мяч хорошо. Пас вратарскую мяч. Выбивает сильный удар по урокам пил. Эверхард Фогель. А это болельщики из ГДР. Большая группа вот на ваших экранах. Тысячу человек приехало на автобусах из ГДР полетил в свою команду. Кибиани. Сулаквелидзе. Белиссы. И оталадзе у мяча защитник получил передачу от Арафелия. Шеллинг с мячом. Ой, нарушение правил. Соперника атаковал Куцаев. Тут же был Идар Афелия. Штрафной будут бить футболисты Карл Сейса. Неточная передача. Ну, да, Тбилису уже с мячом. Давид Кибиани Краузе рядом. Проходит Краузе. Идет дальше, еще дальше. Отстает Краузе. Кибиани приближается к сложной площадке. Ну, нарушение правил у самой боковой линии. Краузе видит, что Кибиани может выйти один на один с вратарем Драпентином. Нарушил правила. видите, судья Латанзия останавливается у самой боковой линии. Там пострадавший Давид Кибиани будет бить. Удар воротом. Хорошо бил сейчас Кибиани. Счетин удар воротом. Великолепный удар на ударах из Анишвили. Мяч едва не затем перекладил ворот уходит мимо ворот. дважды подряд били сейчас и на мост и дверите. 31-я минута пошла первая половина встречи. Счет не открыт. 0-0. Удшаев нарушает правила. Разыграли штрафной футболисты ГДР. Краузе идет вперед. Игрок в средней линии полузащитник опорный получил передачу от партнера. Снова справа крыла атакуют футболисты ГДР. Пас назад. Привод подключают Шиллинга левого защитника к атаке. Но передача неисточная. Успеет к нему. Да, успел. Успел Биллау к этому мячу. Но мяч выкатился за боковую линию от ноги динамовцев. Защитник от динамовцев в Тбилиси. Это был удар на серии. Полузащитник динамовцев будет. Аут. Бросили прямо в штрафную. Чивадзе опережает всех и посылает мяч Шенгелия. Шенгелия головой еще дальше. Передача неточная. Затем Кипьяни. С ноги Бьяни. Бас Чивадзе. Сванадзе. Тбилисцы начинают атаку. Чивадзе. Гуцаев. Но передача Сванадзе неточна. Сейчас втроем хорошо атаковали Тбилисцы. Да и слева уже подключался к атаке Ромаш Шенгелия. Аут. Тбилисцы будут сбрасывать. Как только Тбилисцы включают дополнительные скорости, преимущество их становится очевидным, во всяком случае, в середине поля. Сейчас футболисты Карл Фейса будут сбрасывать аут. Луц. Линдеман. Сыграл на Фогеля. Снова аут. Снова с того же места. И снова будут подавать футболисту в белых футболках. 33-я минута первой половины встречи. Счет не открыт. 0-0. Краузе с мячом. Шнупхазе. Спросите, это Линдеман. И снова правое крыло атаки. Линдеман с мячом. Кургювайт. Мяч перехвачен. Ну, можно на Сенгелия сыграть. Не заметил этого рывка, к сожалению, Чивадзе. Кибьяни хорошо прошел одного. Перед ним снова Краузе. Пас на Чивадзе. Неточная передача. Атака Карл Сейса. Биллау начинает эту атаку. Затем Рап. Кропе подключился к атаке. Четвером атакуют гуаллисты Карл Сейса. Кропе удастся ему. Да. Послал мяч в сторону Алло Динамо Сетвери и Кабель на месте. Мяч у него в руках. Ну любители футбола нашей страны знают что именно в трудных условиях экстремальных условиях очень уверенно играют футболисты Карл Сейса проигрывая итальянскому клубу Рома 0-3 они у себя дом победили 4-0 затем в трудном матче с Ньюпортом сыграл в гостях 2-2 то есть дома 2-2 в гостях сумели одолеть соперника и наконец выбили валенсию обладателя кубка прошлогоднего вот опять краузер еще раз борьбески пьяни уже краузер был не один помогал ему фоген борьбески пьяни нарушили правила быстро разыграли мяч с мячом кипьяни сыграл нашу лак вели аут или все будут брак из стекла 30 пятая минута первой половины встречи счет не открыт 0-0 велико напряжение в этом матче обе команды стараются не допустить ошибок в обороне это очень важно матч кубковый нет уже того регламента той формулы что было в начале и снова краузер борьбески пьяни нарушает правила другого выхода нет пас на шенгелия удар от ворот будет бить вратарь ганс улюрих крап крап пендин шнуп хазы с мячом порт убивает милицию отбивает мяч затем у мяча футболисты гдр сместили акцент атаки справа крыло на левое там хорошо играет щилинг проходит по стало постарался пройти из сванадзе судя останавливает встречу блокировал сванадзе соперника карл сейс будет бить штрафной ну и сейчас сразу появился вот он на ваших экранах лотар курбивай и линдеман линдеман будет бить штрафной можно бить показывает судя бьет линдеман низом закрутил мяч наварный удар поворотом габелья но вратарь твилистов разгадал направление удара или вернее разгадал замысел линдемана и овладел мячом давид гипиани вот откуда приходится начинать атаку челадзе снова гипиани краузе и тут приходит играть против гипиани куцаев и мяч шилинг выбивает за боковую линию костала будет брать пошли в атаку пилисты снова гуцаев правда судья на линии показал что аут должны вбрасывать футболисты карл цейса но латанцы фиксируют нарушение правил борьбы с гуцаев по штрафную ну чевазы удар воротом близки были сейчас успех от пилисты это чевазы великолепным ударом головой послал мяч низом ворота грандзина и вратарь сборной гдр и карл цейса продемонстрировал все свое искусство несмотря на то что его рост метр восемьдесят восемь сантиметров вот низом посланный мяч сумел таки парировать твилисты нарушают правила ченгелия семь с половиной минут до конца первой половиной встречи равная борьба и счет равный ноль ноль тавадзе с мячом пас назад это Хизанишвили Чивадзе Кибиани и Краузе мне придется на данное продолжение всего матча эти фамилии называть вместе неотступной тенью вот сейчас очень интересный эпизод ченгелия был сбит и кем же судьей латанки пас сравною удар воротом головой выбивает хорошо сулак вели затем борется с ваназе выходит победителем в борьбе против двух футболистов ГДР идет дальше еще дальше 4 тмилиста атакуют Гуцаев с мячом Шилинг перед ним пас Караселья положение игры нет показывает судья на линии Караселья штрафной сильный удар и принимая этот удар на себя просто нокаутирован Рюдигер Шнупхазе Либера свободный защитник Карл Сейса видите какой удар принял он на себя и послал мяч головой на угловой ну что ж приходится оказать помощь центральному защитнику Карл Сейса Рюдигеру Шнупхазе удар был сильнейший караселья хорошо прошел по правому краю приблизился и низом послал вот головой отразил этот сильнейший удар Шнупхазе и тут же упал ну что ж Шнупхазе может продолжать игру трудно но нужно куча его мяча и снова все табилисты на половине футболистов Карл Сейса басно Гебьяни остановился Гебьяни прошел двух футболистов сильным ударом третий посылает мяч это был капитан Курди Уайт капитан Карл Сейса посылает мяч за боковую линию еще раз нарушает краузе правила ну и так можно прикрыть и Кемпеса и Кипьяни и кого угодно Курди Уайт крапантин крапантин еще раз спасает свои ворота саланты обладает сильнейшим ударом получил хорошую передачу давида Кипьяни и нанес свой коронный удар но ганс ульври крапантин на ваших экранах ему 38 лет исполнится вот Костало старался пройти не удалось в июне крапантин исполниться 30 лет но он как прежде по-прежнему даже более того он только вот составит 35 лет стал основным вратарем сборной ГД по страху площадку опережает всех дороселья и посылает мяч Мутару Габелия Билалу на ваших экранах Баски Пьяни Шенгелия чуть-чуть сильно послал мяч в сторону Шенгелия Давид Кипьяни на выход партнеру своему чуть-чуть был сильно послан мяч 3 минуты до конца первой половины встречи естественно если судья не добавил время которое ушло когда оказывали помощь центральному защитнику Карл Фейса Штубхадзе Шилинг с мячом Маут вбросил Раап получил передачу свободный опасная игра так зафиксировал этот эпизод Рикардо Латанци все тот же Линдеман разыграл с Раапом Линдеман по страху опасное положение мяч выбит головой затем Гуцаев остановил мяч сыграл на Дороселе Дороселе посылает мяч Гуцаеву обережая соперника Гуцаев посылает мяч вперед на выход перед ним Гопе обманывает движение пока не удалось пройти и Гопе выбивает мяч за боковую линию Тбилисса в атаке Шенгелия спас Кипьяни вот Краузе не дал возможности Давиду Кипьяни выйти на этот телом прикрыл его и мяч уходит за лицевую линию за линию ворот до того было нарушение правил со стороны Тбилиссов Чеват за головой отбивает мяч затем играет Сулак Велидзе Фогель Ченгелия снова Фогель Рауэр Карл Цейз будет бросать Прауэр с мячом Коппа Прауэр Филау Рауэр Борьба Борьба за мяч Кипьяни Кипьяни хорошо овладел мячом и снова Краузе против него применяет недозволенный прием ну сколько можно ну вы знаете что на матче с Днепропетровским Днепром присутствовал Ганс Майер тренер Карл Цейса он видимо поручил Краузе вот в таком плане опекать Давида Кипьяни Кипьяни с мячом передача на Сула Квелиде Сула Квелиде посылает мяч Чингелия но до него мяч не заходит Линдеман ударом выбивает мяч к середине поля борьба за мяч Карл Цейс играет Линденон снова пас назад Шнубхазе и Крапентин К Шнубхазе приближался Давид Кипьяни тот подумал подальше от греха и послал мяч своему вратарю мяч в середине поля играл Биллау затем Гопе Краузе Фогель снова Краузе седьмой номер Карл Цейса и вот истекает время первой половины встречи напряженный поединок между Карл Цейсом и Динамусом и Тбилиси первая половина 0-0 Итак, вторая половина Рикардо Латанци орбит матча она, вторая половина началась в составах изменений нет Карл Цейс и я на вратарь Карапентин второй Брауэр третий Гопетч четвертый Шиллинг пятый Кургюрайт капитан команды вот атака Карл Цейса и это самая реальная возможность у ворот динамовцев в Тбилиси и Юрген Рап упускает на первой же минуте возможность в красивом падении в прыжке головой послал Юрген Рап десятый номер он на ваших экранах мяч в ворота Габелия мяч ударился в землю и ушел выше ворот это пожалуй самая реальная возможность в этом матче добиться успеха в остальных эпизодах подвалисты Карл Цейса умело разыгрывали стандартные ситуации стандартные положения во время исполнения штрафных и в других эпизодах но угроз у ворот динамовцев Тбилиси они не создали Гусаев хорошо проходит Чилинга но капитан Карл Цейса Кургюрайт сбивает его с ног вот с этого места показывает судел о танце Давид Кипьяни будет бить штрафной бас можно бить головой опасное положение мяч штрафной площадке ну помещали друг другу Шулак Релизы готов был нанести удар по уротам не видя его через себя бил уже капитан Тбилисов Александр Чивац ну конечно удобнее и подручнее было пить тенгизу Шулак Велизы я продолжу о составе Карл Цейса по 7 номерам играет Краузе 8-й Линдеман 9-й Белау 10-й Рап и под 11-м номером Фогель Изменений в составе нет Вторую половину в таком же составе начали обе команды Динамо Тбилиси вратарь Габелия в защите Костова 2-й 3-й Чивазы 4-й Хигадишвили 5-й Таладзе 6-й Дороселия 7-й Сванадзе 8-й Шулак Велизы 9-й Гусаев 10-й Кипьяни и 11-й номер Шенгелия о судях я уже говорил Давид Кипьяни опасное положение но судя считает что Давид Кипьяни во время передачи он передавал головой выводил на удар Ромаза Шенгелия он отталкивал соперника а соперникам в этом матче на каждом метре футбольного газона это Краузе полузащитник Карл Цейса который тенью преследует по всему полю Кипьяни вот Атака Тбилисцев Тараселия приблизился пас на правое крыло атаки и Гусаеву не удалось войти в штрафную площадку и так 0-0 четвертая минута второй половиной встречи 0-0 Линдеман с мячом сыграл наш Шиллинга Курки Уайт получает передачу приблизился штрафной но будет пить на ветра опасное волнение удар по ротам прямо во воротаря и Кабелия четко парирует удар мяч посланный Курки Уайтом опасно атаковал сейчас капитан Карл Цейса удар по ротам и вратарь Кабелия парирует этот удар вот как видите вторая половина встречи началась атаками Карл Цейса Курки Уайт будет подавать подает возвращает мяч своему капитану Кипиани пришел в штрафную площадку помогать своим партнерам затем сильно посылает мяч вперед Тавадзе мяч снова возвращает наполовину Динамо нарушение правил Тавадзе нарушил правила приносит свои извинения тут же вряд ли стоит говорить о том что матч проходит на редкость корректно нарушение в общем-то все время борьбе за мяч во время ситуации где на мяч борются два футболиста тут нарушение возможно но грубостью матчей никакой Курки Уайт подает мяч в штрафную площадку Динамо Сотвелити оттуда Тавадзе выбивают снова у мяча футболиста Фогель будет бросивать аутбросил сыграл на Рааба Куставо перед ним старается пройти Камаза Куставо снова мяч пошел за боковую линию и снова футболиста из Гедера будут бросать аутбросили Шнубхазе опасное положение вороте там Сотвелити Чивазе отлично сыграл сильный удар издали это подключился к атаке центральный защитник Шнубхазе 11 забитых мячей на его счету чемпионате ГДР это лучший результат в команде как видите центральный защитник отличился больше чем нападающий в своем клубе в своем клубе велисты Уцаев пропускает мяч снова велисты Кипьяни хорошо вышел на перехват приблизился Краузе конечно отталкивает его хорошо выходил сейчас Давид Кипьяни но Краузе недозволенным приемом отталкивал лидера атак Динамо Чердвелити по строгу и опасное положение отлично перебросил через защитников Давид Кипьяни мяч спланировал над защитниками буквально на излете мог бы завершить ударом поворотом Шингелия на сей раз это не удалось в атаке Твилиссы Сванадзе начинает атаку с правого крыла Кипьяни хорошо проходит вперед но на подстраховке был точен Шнупхадзе восьмая минута второй половина была скрыта Давидом Кипьяни не только так сказать от футболистов Карл Сейса но чуть-чуть опоздал на выход Тавадзе а то создавалась острая ситуация у ворот обладателя кубка ГДР по окончанию сегодняшнего матча победителю вручить кубок кубков президент УФА Артемио Франки и генеральный секретарь УФА Бангер Перп мяч на половине твилистов там никого из футболистов ГДР спокойно медленно приближается к Мишу Чивадзе посылает мяч Кизамишвили и два центральных защитника Динамо Сутбилиси медленно продвигаются вперед Бас в штрафной у Кипьяни сыграл головой мяч у футболистов ГДР хорошо играет Чивадзе сыграл хорошо на перехвате рука игра рукой пробивает коснулся мяча рукой твилисты будут пить штрафной возвращается у Лаквилизе простите Шенгелья и от Чивадзе начинает атаку у него из-под ног отбивает мяч и начинают атаку футболисты ГДР вчетвером но Давид Кипьяни занимает место Чивадзе который только что атаковал и естественно не успел к мячу тут сейчас все в обороне Кипьяни борется за мяч Раб посылает мяч в штрафную площадку опасный удар Хогеля Лаку выбивает мяч подальше от штрафной площадки Габелья сейчас все футболисты Корсейса в атаке опасное положение у ворот Идаму Цитбилизе и сильным ударом Шулак Велик посылает мяч вперед Шенгелья Шенгелья впереди Брауэр себе же на выход посылает мяч Шенгелья и вот тут издали футболисты ГДР посылает мяч своему ротарю Крапентину 11-я минута из стекла пошла 12-я минута второй половины встречи 0-0 Часто раздается боевой клич болельщиков Тбилисского Динамо 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 Ну среди группы группе туристов известные в прошлом футболисты заслуженный грейнер Советского Союза Владимир Ивашвили начальник управления футбола Грузии Автандил Скуасели и мастер спорта чемпион Советского Союза 64-го года Илья Датунашвили Атака Тбилисов не успел к мячу Тавадзе футболисты ГДР будут бросивать аут Краузе с мячом посылает мяч Гансу Мульриху Крапентину Страш сборной ГДР и Карл Цейса сегодня играет уверенно дважды он спасал Карл Цейс от казалось бы неминуемых сильнейших ударов и неминуемых голов у ворот Карл Цейса но ротарь был на высоте при росте метр 88 это можно понимать и в прямом и переносенном смысле Сулак Велидзе Фибиане борется за мяч овладел Краузе перед ним пас вперед и тбилисты будут бросивать аут с каждой минутой игра все больше обострится Гуцаев Шилинг перед ним проскочил Гуцаев Шилинга проскочил второму удар воротов аплодисменты в адрес Владимира Гуцаева он протолкнул на мяч между ног Шилинга опасное обладение старт воротов вот видите за буквально 20 секунд тбилисты дважды могли добиться успеха сейчас головой пил Давид Кипиани Гарапентин даже не успел среагировать но мяч ушел мимо ворот за одну минуту меньше тбилисты дважды подряд создавали угрозу ворот Гарапентина вот сейчас мяч устратой площадки Динамо в Тбилиси вратарь Габелия тут нельзя играть с рукой тут уже можно но решил оставить мяч капитану своему Александру Чевазе кстати сегодня скорее вчера игра капитана Тбилиси была под вопросом у него была температура и вроде бы болезнь могла затянуться но благодаря усилиям врача команды Захария Тбилиси все обошлось благополучно побаиваются уже Шилинг вступить в борьбу Сгучаю резко улучшил игру Гуцаев прошел одного последовала передача Киа Тавадзе 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 проходит соперника и Лау который пришел помогать один из форвардов Карл Цейса сбивает нашего левого защитника Восток и Тбилиссы будут бить штрафной вот этот эпизод совершенно очевидное нарушение у мяча Тавадзе рядом Кипьяни пас на Кипьяни прошел одного второго не удалось пройти снова Тбилиссу мяча это Хизаничвили пас штрафную Рапентин на месте мяч у него в руках рукой посылает мяч вперед Линдеман полузащитник Карл Цейса идет вперед Биллау начинает атаку Силин подключился к защите пас штрафную через вратарскую площадку мимо всех игроков спокойно наблюдает внешне за игрой на горах Алкадзе наставник тбилисских динамонов со всего именем связаны успехи последних лет динамонов в Тбилиси начиная с 72 года они почти бессменные лишь в одном сезоне 75-76 год они не участвовали в европейских турнирах четырежды четырежды выступали в кубке Уэфа дважды в кубке обладателей кубков и один раз в кубке чемпионов таков итог работы Нодара Ахалкадзе в Тбилисском Динамо и вот клуб играет в финале Кипиани и Крауза Кипиани Сванадзе Кизанишвили Шенгелия грудью хорошо сыграл на своего партнера падает Шенгелия судья не останавливает встречу Кизанишвили Кизанишвили снова Кипиани с клубиной начинает атаку Кипиани в паре с Чиладзе и Кизанишвили подключили все футболисты кроме уратаря Габелия на половине Карл Цейза Сулаквелизе удар воротом низом и в падении Крапензин забирает мяч руки кстати во время впечатления об игре твилистских динамовцев после Давида Кипиани Ганс Майер назвал восьмого номера твилистов Денгиза Сулаквелизе его игра очень понравилась тренеру Карл Цейза не только потому что он забил мяч в этой игре был очень активен твилисты будут сбрасывать из-за боковой вот судья на линии показывают что должны выбрасывать милиции а латанцы считают что должны бросить футболисты Карл Цейза Давид Кипиани снова Линдеман Пасна Гипиани Копе Сулаквелизе начинает атаку идет дальше еще дальше приближился по страхую мяч отбит наращивают мощь атак динамов судьбелизе это необходимо 19-ая минута второй половины встречи 0-0 на редкость интересный напряженный матч это второй случай в истории европейских турниров когда в финале играют две команды социалистических стран опасное положение у ворот динамов в влези удар по воротам мяч в уротаря сфилистов Габелия Бил Биллау в этом году дебютюрил Биллау в составе клуба Карл Цейс раньше играл в городе Цвикау за команду Закцерин Майер тренер Карл Цейса он больше кстати внешне выражает волнение чем на дарах Алкаци Чивадзе с мячом Таладзе Гутсаев мяч выбит за боковую шилип в падении выбил мяч Гутсаев твилицы будут бросать аут вырали на Шенгелье мяч брауэром выбит из штрафной затем Гоби и бац вперед хорошая атака наметилась на ворот динамо сеттвилич Граби успеет да успел к этому мячу удар ворота в пол тут не обошлось без защитки вот промахнулись защитники и Герхард на 27-ой минуте открыл счет 1-0 впереди футболистый из ГДР Гутсаев не смог нанести удар твилицы это сванадзе упустил за боковую линию ну естественно сейчас твилицам остается всей командой пойти вперед и во что бы то ни стало отыграться не надо не надо падать сухом впереди твилицам 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 вратарь гадылия на месте мяч у него в руках руками посылает вперед там играет слонадзе начинают атаку динамо твилицам ширик из-под ног уцаева выбивает мяч за боковую линию аут твилицы будут сбрасывать бросили шенгелия пропустил мяч сам идет за мячом хорошо прошел 1 ой штрафую и там линдеман посылает мяч к карапентину курбивает мячом краузе атака с правого крыла приближается краузе положение игры или нет судья не останавливает встречу с мячом твилицы это заур слонадзе посылает мяч в центру поля шилинга владел мячом линдеман удар ворот мимо ворот мяч пересекает трансовую площадку динамо твилицы и твилицы будут бросивать аут бросили параселия чивадзе шингелия развернулся идет к воротам приблизился прошел оттого отличная передача ну удар бороза гол гол воротам Гуцаев, молодец. Ченгелия тут сыграла отлично. Из-под острого угла Владимир Гуцаев низом, ближний от вратаря угол, забивает мяч ворота Карл Сейтса. И счет ничейный. 1-1. Все надо начинать с начала. Не трогнули твилисты. Не пали духом. А ведь в кубковых матчах очень важно забить первый мяч. Карл Сейтс добился этого, но твилисты в туче через 4 минуты ответили голом. И снова в атаке Динамо. Владимир Гуцаев снова начинает атаку. Бас Ченгелия, ну, удар оборотов. Вот так надо играть. Поглонники твилистского Динамо. Группа болельщиков из Твилиси успокаивает футболистов на ударах Алказы. Правильное решение. Сейчас в спокойной игре. Твилисты могут переиграть соперника по островную. Но удар воротом. Чивадзе часто подключается во время подачи угловых ударов. Помните, в первой половине встречи, вот он на ваших экранах, капитан Твилиссу, в первой половине встречи он низом нанес удар. И чудом, Грапентин, вратарь Карлсейса парировал мяч. Что, у твилистов будет замена? Чивадзе, пас назад, Раузе, положение вне игры. Грап находится в положении вне игры. Да, у твилистов замена. Вошел Нукри Какилашвили. Покинул площадку седьмой номер динамовцев в Твилиси Зауру Сванадзе. Появился Нукри Какилашвили. Пас вперед. Мяч не дошел до Шенгели. Аут. Брасывает подболисты из ГДР. Брауэр. Герт Брауэр. Послал мяч в Шнуп Хазе. Вступил в борьбу Какилашвили. Нарушил правила. Быстро разыграли штрафные футболисты Карлсейса. Послали мяч на левое крыло атаки. Подключился защитник Шиллинг. Затем Кюрдюрайт. Копе с мячом. Брауэр. Кипьяни пройти не удалось. Угловой. У ворот динамовцев в Твилиси. Это Кипьяни пришел помогать своим защитникам. И от ноги Кипьяни мяч ушел на угловой. Двадцать пятая минута второй половины встречи. Один-один. Подает раб. Погидает ворота. Опасная игра. Это Урбюрайт принес извинения свои Давиду Кипьяни. Свободный. Разыграли Твилиссой. Давид Кипьяни свечом. Хейзанишвили получил передачу от Чивадзе. Брауэр и Шенгелия. Тоже неразлучная пара. Шиллинг, Гусай, Брауэр, Шенгелия и Кипьяни, Краузе. Играют футболисты Карл Сейс. Оставили мяч. Сжансу Ульриху Граппентину. Это бело-голубые флаги. Динамо Циркбилиси. Их спортивные цвета. Кавадзе. Кипьяни. Нарушили правила Краузе. Опять нарушает правила в борьбе с Давидом Кипьяни. Кипьяни будут бить штрафной. Шулак Велизе с мячом. Вот когда атакуют Велизе все футболисты Карл Сейса идут в оборону Гуцаев. Мастер Шулак Велизе. Опасная атака от Велизе. Стенку сыграли довольно удачно с Велизе. Велизе, но в последний момент мяч остался у футболистов Карл Сейса. Велизе будут сбрасывать аут Гуцаев с мячом. Наверное, оставил мяч Таназу Костава. Тот бросил, сыграл на Чивадзе. Чивадзе в атаке. Давид Кипьяни и Краузе. Опасная полосень у ворот Карл Сейса и Крапентин в ногах у Кагилашвили. Великолепно сегодня играет многоопытный страж ворот Карл Сейса. В нескольких эпизодах он буквально выручил свою команду от неминуемого гола. Гопе в атаке Билау. Таладзе выходит победителем из этого поединка и посылает пять к своему вратарю. Двадцать восьмая минута. Семнадцать минут осталось до конца основного времени. Сулак Велидзе. Шенгелия. Хорошо остановил мяч. Перед ним, естественно, Брауэр. Мяч в середине поля. Давид Кипьяни. Снова Давид Кипьяни. Аут. Будут браковать футболисты ГДР. У мяча Брауэр. Смотрит, кому же подавать все, пожалуй, прикрытые. Наконец, нашел свободного Краузе. Затем играет Рап. Никто не пошел за мячом. Наконец, похватились футболисты Старл Сейса. Это Фогель. Шилинг. Пургювайт. Снова Пургювайт. Затем Краузе. По штрафную. Каделья на месте. Мяч у него в руках. Хизаничвили с мячом. Практически без защипок сыграла сегодня в обороне филистская команда Динамо. Все были на месте. Очень внимательны, собраны. Но вот, к сожалению, когда был забит единственный мяч, вот в том эпизоде чуть-чуть смаховали подвалисты линии обороны. Чивадзе в атаке. Паскадил Ашвили, а затем Шнупхазе посылает мяч вратарю Грапентину. Сильно бьет Грапентин. Мяч опускается на половину Динамоцев в Тбилиси. Шула Квелидзе. Вот вы видите, он сейчас играет на месте центрального защитника. Как только в атаку идет Чивадзе, вместо второго центрального защитника занимает Фенгису Лаквелидзе. Он сейчас атаковал Чивадзе, он уже на месте только что переадресовал мячу Лаквелидзе. Вот они вдвоем разыграли мяч. Последовала передача на Гуцаева. Ширинг головой отбивает мяч к середине поля. Билау. Чивадзе нарушает правила в борьбе с Билау. Карл Сейс будет бить штрафной. И замена у Карл Сейса. Вшел Билау. Вместо Билау вступил Томас Тюкфер. По одной замене сделали Канфмайер и Нодара Халкац. Вот на наших экранах Тюкфер. Вот он получил мяч. Тбилиссы. Кипьяни. Краузе отбирает мяч у него. Коппе. Краузе. Хорошо играет Тбилиссы. Это был Чивадзе. Затем Какилашвили. Пас Чивадзе. Остановился. Чивадзе хорошо обыграл одного. Продолжает движение поперек поля. После этого передача Кипьяни. Но Краузе внимателен. Собран. Малейшая оплошенность Краузе. Он это знает отлично. Может закончиться плачевно естественно для Карл Сейса. И он очень внимателен. Штрафной буду пить футболиста Карл Сейса. У мяча капитан команды Лотар Кургювайт. Последовала передача Шнубхазе. Тот сыграл на Шиллинга. Приближается к штрафной Шиллингу. Отбивают Мелиссы. Кипьяни. Краузе. Мяч у Брауэра. Затем Краузе. Линдеман. Шиллинг. Прошел Дороселья. Мяч выбивают твилисты. Это был Нодар Кизанишвили. Идет вперед Дороселья. Пас Куцаеву. Но Куцаев поскользнулся. Упал. Вот. Видели руководство твилистского Динамо. И видите. Данста Мэйера. Шиллинг. Твилисты нарушают правила. В десяти метрах от угла штрафной площадки. Карл Цейс будет пить штрафной. Линдеману и Курбю Вайт. Линдеман остается у мяча. Дороселья. Разбегается. Удар воротом. Билл Юрбю Вайт. Вот эти стандартные положения. Которые очень четко наиграны на тренировках у Карл Цейса. Об этом писали журналисты. Европейские журналисты, которые наблюдали все матчи с участием. Вот 33-я минута. 12 минут до конца основного времени финального матча розыгрыша Кубка. Обладателей Кубков европейских стран. Вот Шиллинг сбивает Гуцаева с ног. Разыграли твилисты штрафной. Пас Гуцаеву. Хорошо проскочил одного. Затем второго. Ну что будет дальше? Судар воротом. Шенгелья проскакивает мимо мяча. Затем ну можно бить сюда воротом. Тараселья был близок к успеху. На ваших экранах нукри Гагилашвили. Едва не задел мяч после прострела Гуцаева-Ромаш Шенгелья. Карл Цейс начинает организовывать атаку. Бургю Вайт. На левое крыло атаки послан мяч. Шиваза сыграл очень четко, очень аккуратно. И послал мяч вперед Шенгелья. Шенгелья обманным движением оставляет соперника. Идет дальше. Остановился. Пас Кибиани. Неточная передача. И мяч у футболистов Карл Цейса. Это сыграл Крауза. Затем Рап. Линдеман. Фогель. Краузе. Курбю Вайт. Вступил с ним в борьбу. Сулак Велизе. Затем Гопе. Снова Сулак Велизе. Давид Кибиани. Пас Шенгелья. Идет поберег поля. Сыграл на Гуцаева. Гуцаев. Из-под ногу Гуцаева. Гуцаева отбивает мяч в середине поля. Там Рапа владел мячом. Кибиани. Раскочил одного. Рука. Игра рукой. Но судья уже не остановил игру. Было несколько передач. И, естественно, матч продолжается. Кшилинг в атаке. Краузе. Опять на левое крыло. Фогель не успевает к мячу. И Тбелесы будут бросать аут 10 минут до конца основного времени. 80-я минута матча. Чивадзе. Спокойно играют сейчас твилисты. Пас Гуцаеву. У него из-под ног Шилинг отбивает. А вот я владел мячом. Сулак Велидзе. Остановился. Сыграл на Хизанчвили. Костало хорошо открыт на правом фланге атаки. Пас штрафную. Мяч у Шилинга. Тюкфер. Шилинг. Тюкфер. Мяч упускает за боковую линию. Тбилисты будут бросать. Устали футболисты. Как одной, так и другой команды. Впервые в финале. Впервые так близки. Краузен нарушает правила в борьбе с Кипиани. У мяча Тавадзе. Пас Гуцаеву. Успеет Гуцаеву? Нет, не успел. Удар от ворот будет бить Ганс Ульрих. Гарапентин. Девять минут до конца основного времени. Разбегается Гарапентин. Чивазе сыграл головой. Затем Кустава. Раньше всех у мяча. И Тбилисты начинают атаку. Рауэр. Кагилашвили. Приблизился к штрафной Кагилашвили. Бас штрафную. Учаев старался в высоком прыске нанести ударом. Головой удар, но не удалось. Ну, Кагилашвили нарушает правила в борьбе с Фогелем. Канал Сейс будет бить штрафной. Меньше восьми минут. Восемьдесят третья минута второй половины встречи. Нет уже в игре того темпа, как начинали футболисты. И первую, и вторую половину. Давид Кидиани прошел в Краузе. Идет дальше. Великолепная передача Шенгелия. Усамая упустил Шенгелия. Ну, раньше же надо было наносить или удар, или передачу. Ну, думал, в самой линии ворот. Нанести удар и упустил мяч за линию. Крабензин сильно пьет. Мяч опускается к середине поля. Физаншвили сыграл головой. Аут. Курби Уайт. Фогель. Атака Карнсейса. Снова Курби Уайт. Фогель. Удар издали. Низом послал лучший бомбардир всех времен клубов ГТР. И своего клуба, естественно, 183 забитых мяча. 38 лет этому ветерану. 9 апреля справили футболисты Карнсейса ему день рождения. И вот сегодня очень старательно, очень внимательно играет Фогель. Но пока пробиться к воротам «Динамо» в Тбилиси нанести. Хоть один удар ему не удалось. Был один вот этот удар. Низом посланный. Которым овладел воротарь Тбилиси. 6 минут. 85-я минута пошла. Второй половиной встречи. Кибиани. Физанешвили. Пошел вперед Физанешвили. Шенгелия. Идет поперек поля Шенгелия. Установился. Хорошее приняло решение. Сам пошел вперед. Сыграл на Дороселье. Куставо, Чевадзе, все в атаке тбилисты Хизанишвили и все естественно в обороне Приблизился удар ворота, это бил центральный защитник тбилистов на удар Хизанишвили И сдали сильно низом, но мимо ворот Карапентин будет бить ударом, от ворот ведет мяч в игру Ну как видите, команды стараются не рисковать 4,5 минут до конца основного времени И каждая ошибка может привести к поражению Тбилисты и Хизани Тараселья Вошел в штрафную, ну может быть, обвел таро, удар в ворота, гол, гол, гол 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 Виталий Тараселья за 3,5 минут до конца встречи забивает мяч ворота Карл Сейтса 2-1 Вот великолепно, двух обвел и низом, правый нижний от воротаря угол Виталий Тараселья выводит вперед динамовцев Тбилисты Они близки к успеху динамовцев Тбилисти 3 минуты надо выстоять И победа Но эти 3 минуты надо сыграть максимально внимательно Мяч опускается за боковую линию Рауэр будет сбрасывать Тбилисты близки к успеху Пасла воротарскую, штрафную из воротарской выходит Габелия Он не спешит Последние минуты матча Вот судья Латанзи, говорит Габелия, не задерживать время Тут Тбилисты находились в положении вне игры Заспешили футболиста из ГДР Это естественно Последние усилия команда должна привозить, чтобы уйти от поражения А Тбилисты сыграть максимально внимательно в обороне Начать мяч послан вперед Там Шенгелия один Он идет вперед Брауэр перед ним Хорошо проходит Брауэра Хочет штрафную площадку Вот передача его была неточной, видимо Лучшим решением было бить самому Гебиане овладел мячом Пас назад Шлаквилиция, Габелия Как никогда близки к успеху и к цели динамовцы Тбилиси С 1925 года шлакет Вот Давид Кипьяни прекрасно обыгрывает соперника Второго Еще раз Краузе Блистательная техника Техника Давида Кипьяни И аплодисменты на стадионе Давид заслужил эти аплодисменты Еще одна замена в составе Карл Сейса Вступает в игру Ульрих Оверман Тбилисцы будут бить штрафной Кипьяни и Чивазе рядом у мяча Сейчас и тбилисцы должны по-моему сделать замену Чивазе Куда в ротам мимо ворот Полторы минуты до победы Полторы минуты до того Чтобы овладеть одним из почетнейших Трофеев европейского футбола Кубком обладателей Кубков европейских стран Кизатишвили посылает мяч за боковую линию Чупер Снова Чупер Аут Тбилисцы будут бросать мяч Из-за боковой Майер Ганс Майер И вот финальный свисток Рикардо Лонтанци Извещает о том, что Динамовцы Тбилиси В 1981 году Завоевали кубок кубков европейских стран Большая удача грузинских футболистов Большая победа советского футбола Это четвертая крупная победа нашего футбола За всю ее историю В 1966 году Олимпийские медали В 60-м кубок Европы На уровне национальных сборных В 75-м году Киевляне Овладели этим же кубком И затем суперкубком И вот через 6 лет В 81-м году Одна из самых классных команд советского футбола Динамовцы Тбилиси Нарадость болельщикам Советского Союза И естественно В первую очередь Грузии и Тбилиси Представляю сейчас Что творится Тбилиси Ликует столица Грузии Ликует вся наша страна Тбилисцы Овладели этим кубком Сейчас Они Получат Кубок Который вручит им Президент УФА Артемио Франки И государственный секретар Бангертер На этом мы заканчиваем Передачу футбольного матча С победой вас любители футбола Передача была организована Советским телевидением И всесоюзным радио Вел эту передачу КОТЕ МАХАРАТЬЕЛ КОТЕ МАХАРАТЬЕЛ КОТЕ МАХАРАТЬЕЛ